80 борцов с возрастом не старше 13 лет. Это количественный состав традиционного турнира памяти одного из самых именитых воспитанников Ульяновской Великоримской, Евгения Давыдова. Вот таким вот школьником он пришел в борцовскую секцию и благодаря трудолюбию и мужеству стал чемпионом Советского Союза. И как бы ему было не тяжело, как бы вот он ломал руку, ему вставляли штырь. Он боялся этот штырь через несколько лет вытащить, потому что вторая была сложная операция, а он все равно боролся, боролся и боролся. Сотни поединков, десятки турниров, в том числе и международные. Евгений Давыдов был предан борьбе до последних дней. Его не боялись, но уважали все соперники, среди которых олимпийский чемпион Сурент Налбандян. О противостоянии Давыдова с ним уже ходят легенды. Две встречи и обе в пользу ульяновца. Он настолько уникальный борец был, настолько он приемы делал. Люди думают, что вот-вот-вот его положат. Он бах, накат делает, перевернет ей два балла Жени. Он очень уникальный борец был. Евгения Давыдова не стало в 93-м. Ему было всего 40. Сердце не выдержало. В память о нем в Ульяновске проводят традиционный турнир среди мальчишек. На очередной мемориал приехали борцы не только из регионального центра, но и из Димитровграда и Цельны. Бороться спустя рукава на таком турнире, говорят сами участники, нет никакого права. Поэтому красивых бросков и побед было очень много. Ну было, конечно, трудно и соперники очень хорошие. Ну, просто оказался по-сильному. Денис Халимов из детской спортивной школы «Борецк» стал победителем весовой категории до 43-х килограммов, в которой когда-то боролся юный Женя Давыдов. Кроме того, награды соревнований разыграли еще в 11 категориях. В основном на верхнюю ступень пятистала почета поднимались борцы 4-й городской спортшколы. У них первое место в неофициальном командном зачете. Михаил Сашанский. Новости Ульянской правды.